итак добрый день друзья сейчас я хотела бы показать вам комод который я уже в принципе полностью приготовила для нашей малышки купила я новую такую вот мякушку можно сказать старая у нас была еще от мешутки и уже было три года она здесь уже порвалась как-то знаете то есть вид не был не самый лучший и хотела коротко совсем заснять нашу комнатку здесь недавно вот так украсила я купила то это желтые шторки это языки они здесь я заказала звездочки такие на амазоне они клеятся на стену причем так хорошо приклеены что если честно даже не видно что это наклейки можно подумать то что это так как сказать краской нарисовано и вот такие вот картинки здесь у нас тоже сама зона вот такая вот лампа вечером знаете очень классно ребенку включать если книжки читать еще как-то здесь у нас спит старший ребенок вот но дело пойдет о этом комоде для новорожденного комод я уже дура этого говорила выглядит вот так вот он из икеи принципе он не предназначен для того чтобы быть детским комодом для пеленания просто мы его сделали таким грубо говоря почему потому что мне нравится именно выдвижные шкафы в очень многих комодов для пеленания очень мало места мне место обязательно надо поэтому да здесь мы уже заклеили на этот комод мы купили отдельную вот такую вот полку которая подходит именно под этот комод грубо говоря здесь заклеили углы чтобы наш старший ребенок не ударялся головой дальше здесь вот такие вот у нас липучки чтобы опять же наш старший ребенок не открывал все и не вываливал и так здесь как видите такие вот штуки они вот так вот снимаются это из икеи это все можно в икее приобрести стоит совсем копейки что удобно это я покупала еще с мешуткой они уже больше трех лет можно так сказать и сюда можно например когда вы пеленаете ребенка выкидывать памперс выкидывать салфетки выкидывать что угодно сюда например набирать чистую водичку если там как-то протирать попку еще как-то в общем все очень удобно или просто складывать какие-то вещи там градусники еще что-то просто очень очень удобно и это все можно убрать любой момент и так далее поэтому да так это выглядит теперь я перейду главной полке здесь у нас лежит аптечка сейчас секунду вот так вот здесь я в принципе уже все более-менее подготовила в аптечке у меня лежат самые такие ходовые вещи которые в принципе понадобятся часть осталось от первого ребенка сейчас часть я докупила и так что я точно докупила для новорожденного это вот такие вот капли сапсимплекс капли от коликов я не знаю будут ли колики или нет но на всякий случай я их уже купила потому что у мешутки были очень сильные колики у меня есть тоже об этом видео отдельное как мы с этим боролись и так далее и так далее если интересно посмотрите в целом я говорю я на всякий случай купила потому что чтобы потом не бегать по аптекам не искать или на всякий случай пускай все будет дальше это у нас остался витамин d еще от мешутки таблеточки явно врач нам пропишет новые здесь также мазь есть разные мази это мазь именно для того чтобы опять если колики на масле укропа то есть это такая как укропное можно сказать укропное масло которое тоже греет животик и также не шутки я делала таким же маслом массаж животика по часовой стрелке обязательно не против часовой по часовой стрелке делается массаж чтобы как бы ускорить процесс процесс в общем пищеварения пищевого тракта и где действует это все успокаивающе вот я на всякий случай говорю так как я столкнулась с этими коликами очень очень сильно тогда я на всякий случай эти две штуки прикупила и все в принципе от коликов сильно ничего не докупишь ребенок потом также лежал на мне животиком животик надо греть в общем со своей температурой тело не так чтобы какая-то батарея должна быть ну в общем вот такие вот моменты дальше я перейду что у меня есть капли что здесь запачка на что-то или что-то или так они нет это такая упаковка вроде бы без понятия или запачкана или новая в общем без разницы сейчас я просто мне бросилась глаза первый раз увидела что что-то нет это такая упаковка видимо новая не поменяли в общем это капли от конъюнктивита они помогают в любом возрасте если девочки у вас у ребенка часто особенно из садов дети тащат вирусный именно конъюнктивит можно и он и от бактериального тоже конъюнктивит это капли в общем на на такой траве это не антибиотик и эти капли уже можно с детского возраста то есть именно совсем маленький малыша у мешутки очень часто очень много был уже конъюнктивит и эти капли и вот буквально у нас пару недель назад тоже был очень сильный конъюнктивит просто гной простите за такие фразы тек из глаз и это помогает очень-очень хорошо заменяет любой антибиотик в течение трех дней конъюнктивит проходит в общем если у вас маленький ребенок я не знаю как в россии придаются такие капли или нет присмотритесь в германии любой врач эти капли советует детям так этот момент дальше у меня вот такое вот для лица да для лица и был где-то для тела большая упаковка вот это еще тоже для лица у меня осталось от мешутки это новая для лица это в общем тогда если у ребенка к трем месяцам как это было с мешуткой появляется атопический дерматит у нас это было на коровье молоко я рассказывала тоже во многих моих видео об этом и я кормила ребенка и в итоге я убрала коровье молоко и у ребенка все вся кожа очистилась но кожа становится очень сухой и именно вот эта марка ойбус нам очень-очень помогала то есть она действительно как бы очень хорошо кожу смягчает и да в общем у меня это осталось еще после мешутки это все достаточно новое недавно докупила это есть еще для тела большой большая такая лошин как бы ну я не знаю сейчас здесь ее нет это у меня в другом ящике там лежит дальше здесь у меня просто календула есть еще такая же календула у меня для попки это у меня там стоит в ванне мы пользуемся именно от веледы а также новорожденному ребенку я если попка будет краснеть буду давать или мазать календулой вот такой вот от веледы специальный крем также если говорить о попке то купили мы вот такие вот памперс с полоской которые также при мешутке ими пользовалась они очень хорошо ну попка у нас не краснела то есть как бы это была вообще редкость но сейчас лето сейчас жара и я могу представить что все будет у нас чуть-чуть по другому чем это было с мешуткой плюс непонятно как будете вести ребенок какой характер да это все зависит от многих факторов будут ли колики и так далее поэтому в общем на всякий случай я иду тем же этапом так как я это делала с мешуткой но никто не знает как это все получится дальше я что докупила докупила я вот такое вот с мешуткой этого у меня не было это именно вытягивать сопельки можно так сказать можно было конечно это не докупать но с мешуткой у меня такой штуки не было и я поняла что она в принципе была бы нужна есть конечно такие сосудосужающие капли кстати их сейчас я здесь не вижу они у меня опять же в другом виде манящики там где мы спим потому что иногда когда мешутка болеет я ему капаю можно уже тоже новорожденным определенную дозировку этих сосудосужающих капель но я этим не злоупотребляю и если возможность есть то я лучше вот так вот отсосу посмотрим я еще не пользовалась этим сказать не могу хорошо это или плохо дальше хотела бы показать вот такой вот антисептик я не знаю продается он в россии или нет но в германии он достаточно популярный почему потому что он без алкоголя вот здесь это написано алкоголь фрай то есть что хорошо если вы например также в любую больницу придете тоже в германии у вас будут брать кровь то именно вену обработают заранее или кожу вот таким вот антисептиком он очень щадящий кожи и также когда зачем он мне нужен тогда когда новорожденный ребенок у него длинные накатки и очень тонкие и кожа очень тонкая и когда ребенок спит мы можем как бы как это сказать обработать то есть подстричь ногти и заранее надо обработать ручку обязательно антисептиком почему потому что очень чувствительную кожу можно порезать случайно задеть и она начнет как сказать воспаляться и так далее и так далее поэтому с мешуткой я так же делаю у меня никогда никакие пальчики у мешутки не воспалялись ничего не было потому что я до того как резать ногти это буквально первый год так я всегда делала пока ребенок спит сейчас мы естественно уже подстригаем ногти в обычные как сказать когда он бодрствует но вот до года примерно я уже точно не помню примерно до года вот может быть до 6 месяцев я пользовалась именно это делая во сне когда ребенок спит я стригла ногти на руках и на ногах и заранее обрабатывала и ножницы и пальчики таким вот антисептиком так это вы увидели здесь у меня это еще от мешутки осталась вот такая вот коробочка с разными принадлежностями я не стала новую покупать здесь у меня ножницы здесь у меня расческа здесь у меня что-то там для ногтей вот это подстригать тоже этим я даже не пользовалась вот такая вот была штука здесь мягкая такая еще резиновая насадка вытягивать сопельки но на самом деле толку от нее вообще никакого не было я ее наверное выкину и градусник мешутки лежит в другом ящике градусник это специально для попки здесь был и естественно новый градусник это уже не от этого набора я докупила для малышки потому что естественно этот градусник будет мериться в попку только этот единственный как это сказать вариант правильного измерения надо отметить да то есть не на лбу не где-то там за шейкой или еще где-то у новорожденных именно даже до трех лет у детей мериться как мне врать чтобы именно четкую температуру узнать все мериться в попке поэтому естественно для другого ребенка я докупила индивидуальный градусник он от браун, простой, мягкий, наконечник в общем ничего особенного так вот теперь это все не закрыть как-то так, переходим дальше здесь у меня остался еще от мешутки парацетамол 125 мг именно свечи от 6 месяцев до 2 лет скорее всего естественно нам врач потом если что даст новый какие опять же таблетки можно принимать от температуры это парацетамол и бубрафен детям то есть и в определенных дозировках надо обязательно смотреть сколько весит ваш ребенок то есть здесь есть где-то в общем в рецепте вес ребенка и какая доза подходит и так дальше здесь даже и бубрафена нет хочу сказать так, секунду здесь у меня какие-то тоже были для попки как их называют свечи которые тоже помогали от боли в животе это еще от мешутки они остались скорее всего надо посмотреть срок хранения возможно я их уже и выкину потому что они я помню нам вообще не не помогли никак это какие-то тоже на траве насколько я помню свечи но они нам особо не помогли здесь в общем у меня все остатки оставшиеся здесь вот более старший возраст 250 миллиграмм парацетамол мешутки здесь это было когда у нас была сильная рвота у мешутки один раз мы так сильно болели сада опять же принес вирус тогда врач нам написал вот такое но мы так ими не пропользовались что для новорожденного еще хорошо я бы сказала даже не для новорожденного это уже тогда когда идет прикорм а при прикорме позже у нас мешутки были да запоры и вот такая вот штучка нам помогала часто я этим опять же не пользовалась тогда когда я замечала что у ребенка не было стула 4 второй даже 5 дней тогда я конечно уже все я видела полный животик и как бы дело дальше не идет только в таких случаях я пользовалась вот такими вот свечками а просто так я никогда если вы видите или знаете меня уже смотрите давно таблетками никакими не злоупотребляю если можно то я обхожусь без них так что здесь еще здесь у нас просто натриум хлорид это просто как как он называется господи физраствор этот физраствор грубо говоря делаю в принципе всегда сама беру на литр воды чайная ложка соли это все перемешивается и получается концентрат нашей как физиологической жидкости организма 0,9 именно процентов вот здесь как раз это стоит и такой физраствор можно как я уже сказала только что сделать самому чтобы промывать носик и вот это у меня осталось еще даже здесь срок хранения вижу уже все прошло в общем это мне когда-то дарили или что-то такое я особо этим и не пользовалась в общем здесь у меня всякое лежит такое что когда-то нам прописывали что здесь здесь это просто при простуде я тогда во время беременности употребляла с мешуткой это еще было при простуде вот такие вот гомоопатические шарики вот что еще здесь вот еще вот это есть белладонна кстати да тоже при простуде и тоже когда у мешутки мы ставили прививки поднималась температура нам врач такие вот гомоопатические шарики прописывал это вот трава белладона вот она тоже хорошо помогает так что здесь еще это когда-то была ингаляция ну в общем здесь в принципе это уже не для новорожденного это так что здесь это йод просто как антисептик если вдруг какая-то что там царапина еще что-то что-то намазать вот такое вот здесь лежит оно в принципе мне здесь сильно не понадобилось здесь у меня одна соска есть для новорожденного опять же почему потому что грудь я в целом смешутка и придерживаюсь вы наверное тоже видели в моих видео не кормлению по требованию что вот ребенок заплакал я свою сисью без надобности потому что дети иногда плачут не просто потому что они там хотят сисью а иногда просто какой-то есть дискомфорт ребенку жарко ребенку холодно у ребенка заболел животик поэтому я придерживаюсь мнения врача врачей в целом кормление каждые 3 часа вот и если ребенку плохо до этого носик то я даю соску чтобы именно успокоить ребенка вот